Всероссийские соревнования по боксу – это знаменательное событие в спортивной и культурной жизни Кубани. Такой турнир в городе-курорте проводится уже не первый раз. В Анапу приехало более 200 боксеров со всей страны, чтобы на ринге доказать свое право на звание победителя чемпионата и пройти один из этапов отбора в состав национальной юношеской сборной. На церемонии открытия соревнований собрались почетные гости. Я желаю вам, ребята, показать в этих соревнованиях красивые мои. Я желаю вам, чтобы вам запускала удача, честного свидетельства, удачи, всего самого наилучшего. Я тебе не главный униципального образования города-курсов Сергея Павловича Сергеева. Я вас приветствую и поздравляю сначала в соревновании. Среди этих юношей немало мастеров кожи на перчатке. Многие из них не раз представляли регион и даже страну на соревнованиях. Владимир Андреянов из Самарской области занимается боксом уже шестой год. Его тренирует отец. Из 56 боев в 45-е одержал победу. Первый поединок и на этих соревнованиях для спортсмена оказался удачным. 46-я победа. Победа одержала спортсмены в области Владимир Андреянов. Соперный тяжелый, но, как обычно, первый бой всегда на соревнованиях. Он всегда самый тяжелый, так же, как в финале. Но, чтобы до финала дойти, нужно выиграть предыдущие бои. Всероссийские соревнования проводят на высшем уровне. Все судьи – отличные боксеры, мастера спорта и квалифицированные тренера. Помогать вести счет во время боя помогает специально разработанная для бокса компьютерная система. Пять судьи следят за ходом поединка. Когда боксер наносит противнику удары, судьи одновременно нажимают на кнопки. Если трое рефери зарегистрировали удар, то спортсмену зачисляется балл. Боксер, набравший наибольшее количество баллов, становится победителем. Турнир по боксу продлится до 4 декабря. Тогда же будут известны имена юноши, ставших призерами. Алина Гумерова, Артем Зиборов, Анапа. Регион.